Ну вот вы как раз предсказали эти новости, причем с удивительной точностью, вы даже называли Белоусова в этом контексте, поскольку там присутствует и Екатерина Тихонова, дочь Владимира Путина, и вы предсказывали возможность такой смены, связанной именно с этими персоналями. Расскажите более подробно, что сейчас происходит, о чем говорят ваши источники и насколько эта новость для вас стала ожидаемой. Одно дело прогнозы, все-таки другое дело это уже реальные шаги и реальные действия. Ну во-первых да, спасибо за высокую оценку, действительно в данном случае наши источники оказались правы и несколько дней назад нас предупреждали о том, что целый ряд подразделений ФСО и ФСБ планировали определенные спецмероприятия в здании Министерства обороны на Фронзенской набережной. И тогда один из наших коллег-скептиков говорил о том, что вы сгущаете тучи, значит это все будет связано с парадом, но большая часть наших коллег склонялась к тому, что действительно будет реализована спецоперация по освобождению Фронзенской набережной от клана Шойгу, Цаликова, Иванова и так далее. И вот сегодня уже мы видим официально этому подтверждение. И действительно несколько дней назад мы говорили о том, на основе данных нашего источника, что одним из путинских фаворитов становится Андрей Белоусов, которому прочат серьезное усиление назначения. И связывали это непосредственно с лобби серого кардинала Кремля, нового политического персонажа, который до последнего старался быть всегда в тени, с так называемой Катериной. Речь идет, конечно же, об одной из дочерей Владимира Путина, Екатерина Тихонова, которая очень плотно, очень много работала с Андреем Белоусовым. И вот наш источник как раз из ФСО сбрасывал нам скриншот одного из совещаний, где Белоусов подписан как вице-премьер с фамилией, с именем, с отчеством, а дочка Путина просто скромно подписана как Катерина. Но при этом занимает центральное место в той важной государственной конференции. И речь идет, по сути дела, знаете, на фоне фильма Марии Певчих «Предатели» и того, что происходило в 90-е, вполне себе можно, наверное, новый термин применять сейчас. О формировании семьи версии 2.0, где ключевые решения принимаются уже не генералами, а принимаются близкими к Владимиру Путину, ближайшими родственниками, теми людьми, кому он действительно верит и доверяет. А что касается отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны и автоматически переводом назначением его на позицию секретаря Совета Безопасности, и вот то, что за последний час-полтора мы пообсуждали с рядом наших источников и экспертов, речь идет о том, что он просто стал таким свадебным генералом. Потому что если все-таки Патрушев был на этой позиции в должности бывшего директора ФСБ, и действительно в его руках были сконцентрированы очень серьезные неполномочия, но связи на Лубянке, и целый ряд различных руководителей управления ФСБ России как раз получали высокие посты благодаря близости к Патрушеву. И у него его власть, его репутация выстраивалась именно на основе его связи на Лубянке. Что касается Сергея Шойгу, это человек, который сегодня остался абсолютно неудел. На Лубянке, понятно, он полное такое, знаете, зеро. В Министерстве обороны еще неделю назад это был один из самых могущественных людей в России, под командованием которого находились самые мощные силовые подразделения в Российской Федерации, в том числе танковые дивизии, спецназ, главное управление генштаба, военная разведка и так далее. Сегодня он стал обычным чиновником. Его отодвинули, у него теперь нет никакой власти. Любовь среднего офицерского состава он так и не заслужил. Безусловно, не нужно его умалять заслуги, он смог сделать генералами целый ряд близких ему людей. Но в основном это те персонажи, которые сейчас в моменте, конечно же, не будут проявлять какую-либо агрессию по отношению к новому министру и постараются быстро переключиться от старого хозяина к новому хозяину. То есть фактически Шойгу остался неудел. И при том, что номинально это очень такая громкая и серьезная должность у него, де-факто ни по линии Министерства обороны его больше никто не поддержит. Ни, конечно же, там среди ФСБ, Росгвардии, ФСО, там у него гораздо больше врагов и недругов, которые хотят поживиться за счет того несметного богатства, которое он нажил сначала в МЧС, потом при губернаторской в Московской области и потом в Министерстве обороны. Поэтому клан Шойгу Цаликовых, Ивановых он действительно проиграл. И вот задержание и арест и взятие под стражу Тимура Иванова, это был такой большой сигнал. Но, опять же, судя по тому, что я знаю, до последнего и на Лубянке, и в Кремле, там не подозревали, а опасались рецидива событий июня прошлого года. Потому что здесь очевидно, что, конечно, под командованием Шойгу и Цаликова были гораздо более мощные силовые структуры, спецподразделения, нежели у Евгения Пригожина. И в то же самое время у них был перед глазами очевидный пример, что может быть, если ты каким-то образом там не дожмешь и проявишь слабину. Но в данном случае очевидно, что они проявили свою слабину, при том, что у них в руках, еще раз подчеркну, была практически вся российская армия. При этом Шойгу поверил на эти посулы и решил променять руководство российской армии на такую должность красивого свадебного генерала. Как сказал один из наших источников сегодня, что, скорее всего, в ближайший год, в течение года, Сергей Шойгу встретится с Евгением Пригожиным. Ну, понятно, что встреча будет не в Аргентине, а речь идет о какой-то там потусторонней встрече, такой легкий сарказм. Поэтому будем наблюдать. Но то, что происходит сейчас, очевидно, будет впереди зачистка клана Шойгу Цаликовых и Иванова, будет рейдерский захват, будет конфискация, будут там новые уголовные дела. Белоусов известен как очень влиятельный бюрократ в администрации президента на Старой площади. Я помню еще там 2012-2013 год, когда я бывал еще на Старой площади в рамках заседания Совета по правам человека. Я видел, там огромный кабинет был у Белоусова, занимал одной из центральных позиций. И у него есть очень мощные связи и в ФСБ, и в контрольном управлении президента, и в счетной палате. И понятно, что сейчас Белоусов начнет с ревизии, которая вскроет гигантскую разницу между тем, какой бюджет выделялся на Министерство обороны и на Российскую армию, и тем, что реально построено и стоит на балансе. Ну а дальше виновных понятно, что один нашел индульгенцию за счет того, что с Путиным вместе рыбачил, кушал мороженое и так далее, и постарается это продолжить делать в этом году. А те, кто... То есть Шойгу как бы в какой-то момент будет, наверное, спасен и будет довольствоваться ролью свадебного генерала. А вся команда, которая была под Шойгу, и особенно под Саликовым с Иваном, конечно, они все пойдут под нож, под бульдозер, и впереди целый ряд громких задержаний, уголовных дел, которые начнутся буквально с мая, с июня. Ну, Тимур Иванов, как мы с вами обсуждали, был задержан формально за взяточничество. Все-таки, если немножко глубже покопать, есть версии, что это госозмена, Путин так это воспринимает. А воспринимает ли он сегодня Сергея Шойгу, своего ближайшего соратника? На протяжении многих лет они были вместе, и даже в отпуск они предпочитали проводить вместе. Много фотографий, видеокадров об этом свидетельствуют. Воспринимает ли он его сегодня как предателя? В целом, конечно же, Путин не может простить Шойгу и команде Шойгу от того, что произошло в прошлом году. Все-таки можно как угодно относиться к Евгению Пригожину и к террористической организации ЧВК «Вагдр», но, очевидно, это была любимой игрушкой Владимира Путина последние 8-9 лет. Он им выделял колоссальное количество денежных средств. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Он впервые обнулил всю следственно-судебную систему и в поддержку ЧВК «Вагнер» помиловал около 50 тысяч осужденных за тяжкие, особо тяжкие преступления. То есть был небывалый лимит, предоставлен именно на развитие этого спецподразделения, которое, конечно, никогда не было частной военной компанией, а было армией Кремля. Личной армией Владимира Путина, командой таких наемников и головорезов, готовых на все. И, конечно, в какой-то определенный момент, когда вот этот монстр взбесился, вышел из-под контроля, понятно, что были выработаны рецепты. Понятно, что сначала их успокоили тихо, потом их сепарировали, де-факто уничтожили, а там Уткина, Пригожина, Чекалова, ну их просто ликвидировали, убили в ходе спецоперации 23 августа 23 года. Но потом-то они начали разбираться, и Патрушев, и Бортников, и Путин, разматывать в обратную сторону. А что привело к тому, что дестабилизировало человека, который верой и правдой служил лично Путину и готов был по его приказу буквально разбивать людям головы кувалдой, отрезать им бошки и так далее, и так далее. И потом все встало на свои места, когда начали развиваться события в Африке как раз по переделу активов Пригожина, когда туда летали Тимур Иванов и Юнусбек Евкуров, когда на позиции ЧВК «Вагнер» начала заходить так называемая ЧВК «Редут», это прокси Министерства обороны, и когда на целый ряд объектов, связанных с нефтедобычей, с газодобычей, с добычей золота и алмазов, начали заходить так называемые Минобороновские. На самом деле это были коммерсанты, якорные подрядчики Тимура Иванова. И вот в определенный момент, когда для Путина были подготовлены рапорты, соответствующие спецдонесения, которые рассказывали о деятельности вот этого серого кардинала Министерства обороны, вот этого кошелька Сергея Шойгу, конечно, у того, ну не знаю, можно догадываться, там сжались кулаки, заиграли желваки, налились глаза кровью, но понятно, что отмашка была дана. И то, что заместители министра обороны в его форме поместили в аквариум Басманного суда, ну по сути дела опозорив Министерство обороны, замминистра находится там в клетке суда. И не просто по какому-то подозрению, а по обвинению в особо тяжком преступлении, речь идет о взятке в размере более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Конечно же, это был мощнейший удар по Шойгу. И сейчас, да, сейчас для Шойгу история его политической карьеры с точки зрения того, как он себя мнил преемником и человеком, который, возможно, заменит Путина, сейчас можно ставить жирный крест. Потому что, еще раз подчеркну, СовБЕС — это такое сборище отставников, которые там громко называются, но ничего не могут. И никаких де-факто полномочий у них нет ни по отношению к ФСБ, ни по отношению к Министерству обороны. То есть это такое обнуление Шойгу, но с определенной дозой успокоительного. Поэтому я думаю, что в обозримом будущем, наверное, он уже таким близким человеком для Путина точно уже не будет после всего того, что мы видели на протяжении последнего года. То есть его песенка спета, де-факто. А почему, на ваш взгляд, Герасимов остался главой Генштаба? То есть они же шли в связке с Шойгу. Когда Пригоржин обращался к Путину, показывая, кто ворует, он указывал Шойгу Герасимов. Есть много знаменитых мемов на эту тему. Герасимов сохраняет позицию в этой иерархии? Герасимов стоит на определенной дистанции. У него есть очень серьезное покровительство и по линии ФСО и по линии ФСБ. Когда Валерий Герасимов руководил одним из военных округов, он достаточно щедро раздавал государственные заказы фирмам и фирмочкам, связанным напрямую с ФСБшниками. И есть целый ряд свидетельств у нас, когда ФСБшники просто получали денежные средства по госзаказу, ничего не поставляя, ничего не сдавая на баланс. И уже полковникам и генералам, которые как раз были ответственны за эти войсковые части, приходилось уже изыскивать средства, выкручиваться каким-то образом, заниматься в том числе и вымогательством денег с офицерского состава, чтобы возместить то, что ушло в сторону ФСБшников. Но это вовсе не значит, что кадровые решения не будут приняты в течение ближайших месяца-двух. Просто одновременно убрать и министра обороны, и командующего генеральным штабом, но это значит обезглавить полностью армию. Во время тяжелой и ожесточенной войны это делать, ну это, конечно, безумие. Поэтому они сейчас будут постепенно, сначала уберут Шойгу, следом, следующий будет, скорее всего, Цаликов, Герасимов, но, наверное, это июнь-июнь, я так думаю. Патрушев и его позиции, то есть он был секретарем, опять же, человек, приближенный к Владимиру Путину, более того, обсуждались в кулуарах, не только в кулуарах, возможности, что его сын станет чуть ли не преемником. Патрушева убирают с поста секретаря Совбеза, убирают вроде как без конкретной работы, говорят, перешел на другую работу, но сейчас появляется информация, что в сельское хозяйство его как раз направляют. Ну, в общем, выглядит не то, чтобы большое и серьезное повышение. Патрушев тоже попал в немилость, получается, Владимира Путина? С одной стороны, безусловно, события июня прошлого года, когда Путина самому лично пришлось разруливать ситуацию с ЧВК «Вагнер» и с Министерством обороны, конечно же, это в тот момент очень сильно поколебало позиции Патрушева. Потому что, по идее, именно он должен был стоять над схваткой и разруливать все вопросы, возникающие между руководствами силового блока, и в том числе спецподразделением, каким, конечно же, являлась ЧВК «Вагнер». Он с этим не справился. Это первое. Это был такой залет. Во-вторых, в целом, конечно же, Патрушев в любом случае в доску лоялен Владимиру Путину. И когда у них были различные комбинации, вот это одна из немногих комбинаций, которые могли смягчить отставку Шойгу и минимизировать риск повтора военного мятежа, который мог бы действительно быть в ближайшие недели. И мы об этом говорили, что риск такой существует. Если произойдет попытка, и Шойгу не будет видеть каких-то гарантий, вполне возможно, что та же самая 45-я бригада ВДВ из Кубинки и другие спецподразделения рванут в сторону Москвы. Поэтому задача была и у Бортникова, и у Патрушева, и у ФСОшников проработать такой сценарий, который вот подобный сценарий, речь идет про риск военного мятежа, он аннулирует. Поэтому Патрушев пошел на, скажем так, видимо, был готов расстаться с этой должностью, лишь бы только не повторялся военный мятеж и не было риска в целом утраты власти в этой группе. Скорее всего, Патрушев будет обласкан какой-то богатой высокооплачиваемой должностью, которая будет связана с какими-либо природными ресурсами и с неплохим потоком финансов. То есть в данном случае он не выпадает из обоим, и просто у него будут немного другие задачи. Но еще раз подчеркну, Патрушев был силен не за счет своей должности, а за счет тех связей, которые у него были с Лубянкой, с ФСБ, за счет того, что он был раньше директором Федеральной службы безопасности. В данном случае у Шойгу и с Министерством обороны все сейчас будет в клочья разорвано. И, конечно, с ФСО и с ФСБ он просто полный ноль, полный зеро. Поэтому это свадебные генералы, они там... Ну, вот чем занимался Дмитрий Медведев, приблизительно тем же самым будет заниматься и Сергей Шойгу. То есть в этом плане опыт у них есть. Со стаканом они оба дружат. Поэтому у них будет о чем поговорить, и выпить, и закусить, и обменяться опытом. Ксения Собчак в своем телеграм-канале написала, я процитирую, «Мои источники еще пророчат сенсацию в АП, то есть в администрации президента. Ждем». Что вы думаете, какой может быть сенсация, и чего ждет Ксения Собчак? На ваш взгляд. Ну, конечно, Ксения Собчак намного ближе и к Москве, и к центру принятия решений, и к администрации президента, нежели наша команда. Ну, слушайте, у Сергея Кириенко достаточно мощные позиции. И понятно, что давно он уже метит на позицию руководителя администрации президента. В то же самое время война, ну, это такой как бы опытный бюрократ, но он под раздачей, и в принципе он устал. Это не его война, и он хочет давно уже выйти из-под удара. Поэтому я не удивлюсь, если там произойдет какая-то определенная ротация. Но еще раз, Кириенко — это тот самый человек, который когда-то Путина представлял ФСБ как директора федеральной службы, будучи премьер-министром. С тех пор они достаточно давно в связке. Я не думаю, что у Путина есть за что избавляться от Кириенко, от одного из самых верных своих солдат. Но вполне возможно, что первый зам станет руководителем АП. Но возможно. Может быть, она об этом. Еще приходят вопросы, спрашивают по поводу Сергея Лаврова. Он и Дмитрия Медведева. Они вроде как остались при своих позициях. То есть они, получается, что не представляют для Путина какой-то угрозы? И не вызывают у него раздражения? Мне кажется, нет угрозы они точно никакой не представляют. Дмитрий Анатольевич исправно все последние годы старался показать себя верным запутинцем с буквой «З» на лбу и в меру злоупотребляет алкоголем, не в меру злоупотребляет телеграммом, всячески подмахивая хвостом и стараясь избавиться от этого опломба, от образа человека, который был когда-то причастен к либералам и к демократам. Что касается Дмитрия Медведева, он очень удобный такой популист, пропагандист, пугалка, который озвучивает все то, что сам Путин думает, но не говорит вслух публично под вспышки фото-видеокамер. Что касается Лаврова, человек в возрасте, человек уже как бы подустал от своей позиции. Я не знаю, я думаю, что, наверное, до конца года куда-нибудь ближе к пенсии двинется и пойдет. Произойдет ли это в ближайшее время? Ну, наверное, пока навряд ли. Но в среднесрочной перспективе, конечно же, человек в таком возрасте, с такими перегрузками, сколько всего он перенес, сколько раз ему приходилось переобуваться в воздухе, меняя позицию с белого на черное, с черного на белое, он подустал, и, в принципе, ему уже хочется красиво пожить. Денег он для этого заработал. У нас есть звонок. Я, кстати, напомню, что вы можете подписаться на наш Телеграм. Ссылка есть в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь. Да и подписывайтесь сейчас. В чате тоже ссылка появится. В Телеграме мы в режиме онлайн. Рассказываем вам о том, что происходит. Звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я из Краснодара. Вопрос Владимиру по поводу нашего нового министра обороны. То есть, я так понимаю, по поводу войны вообще никаких изменений не ожидается. И как вот этот дяденька в иностранном костюме будет нам рассказывать, как подбили Абрамсы две штуки и всякую технику иностранную. Вот как-то так. Добрый вечер, Михаил. Спасибо за вопрос. Но мне кажется, что Андрей Белоусов никогда не был воинственным человеком. И очевидно, что назначение его на эту позицию скорее это попытка стабилизировать ситуацию и взять полностью под контроль Путиных силовой блок. Потому что очевидно, что Шойгу, Циаликов, Иванов, они выстроили свой собственный клан, который вторгся на поляну ФСО, ФСБ и Кремля. В том числе вот с этой спецоперацией против Евгения Пригожина сразу на двух континентах, в том числе в Африке. Задача Белоусова здесь, конечно, все систематизировать, вернуть под контроль Путиных. Еще раз не Путина, а Путиных. Речь идет о семье версии 2.0, как я уже говорил. Что касается управления армией, ну это абсолютно не военный человек. Точно так же, как и Шойгу не был военным человеком. Но клан Шойгу сделали все возможное, чтобы обворовать российскую армию. И самое страшное в целом для Российской Федерации, они раскрыли огромное количество стратегических секретов. И вы даже не представляете, какое количество сообщений и писем мы получили там за последние недели с тем, чтобы мы не выпускали третью часть «Предателей». И нас просто как бы по-разному мотивировали и аргументировали с тем, чтобы мы отложили, а может быть вообще не выпускали эту серию. Потому что мы как раз намеревались показать ту презентацию, которую Иванову и Цаликову подготовили подрядчики, которые проложили оптоволокно ко всем объектам 12-го ГУМО и РВСН. Но, конечно же, терпеть дальше подобное ни Лубянка, ни Кремль не могли. И вполне логичное решение по отставке Шойгу и по проведению инвентаризации и вскрытия всех этих мошеннических коррупционных схем. Как это может отразиться на войне? Моя позиция, как и большинство людей, на самом деле, в Москве, из тех, которые принимают решения, войну нужно, конечно же, прекращать. Потому что это путь в никуда для России. Россия и так похожа на локомотив, который сорвался с тормозов и летит под откос и может грохнуться. Я не думаю, что Пелаусов будет более кровожаден, чем Шойгу, Цаликов и Иванов. И тем нужна была война для того, чтобы списать убытки, для того, чтобы еще на несколько лет пролонгировать свое нахождение, чтобы избежать арестов, чтобы с помощью подконтрольных им дивизий ВДВ каким-то образом ограничивать ФСБ и расследования об их коррупционных схемах. Белаусов в данном случае, у него нет заинтересованности, ему не нужно с помощью войны, каких-то спецопераций, сжигать какое-то количество пустышек, документируя якобы урон и так далее. Здесь, наоборот, он приходит туда скорее как аудитор. Будет это хорошо или плохо для мира или для продолжения войны? На мой взгляд, я думаю, что, наверное, это один шаг в сторону к прекращению каких-то серьезных боевых действий и к выравниванию ситуации. Но, опять же, я не хочу сейчас давать никакие прогнозы, потому что Белаусов будет в любом случае несамостоятельной фигурой. Ему в заместители поставят целый ряд людей, которые будут подконтрольны Путину и Лубянке. И, конечно, руководить именно боевыми действиями будут заместители. А как они там решат, ну, я думаю, что все они прекрасно понимают, что произойдет в ноябре, в декабре в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что как бы этому кошмару осталось от силы 6-7 месяцев. Ну, Екатерина Тихонова, учитывая, что когда мы с вами говорили до всех этих отставок, вы как раз обратили внимание на то, что она находится в тесной связке с Белаусовым и что там формируется новая такая семья, то есть Путин вводит своих дочерей в игру. Насколько она сегодня, вот мы видим, что там что-то происходит, насколько она сейчас влиятельная фигура и насколько Белаусов через Тихонову подконтролен Путин? Ну, я попробую такую цепочку сформулировать. Как там все устроено и какова ее роль сейчас в этой иерархии? Я думаю, что любой человек, который говорит слово «нет» и каким-то образом ведет себя непорядочно или там безответственно по отношению к Катерине, попадает сразу автоматически в черный список. И наоборот, те чиновники и бюрократы, которые услужливы, которые способны сидеть половиной кабинета министров, общаясь с дочкой Путина, как с вице-президентом, именно они будут обласканы, они будут продвигаться по службе, они будут получать зеленый свет. Но еще раз подчеркну, я вижу, что здесь Катерина стала таким новым серым кардиналом или там, не знаю, вице-президентом, который там на бумаге в России не существует, но де-факто она есть. И вот эта фотография нашего источника из ФСО, она как раз, ну это скриншот, речь шла про конференцию, там Белоусов сидит, Катерина на другом экране и две ее подружки тоже принимают участие в совещании с вице-премьером. Конечно, когда мы это опубликовали в первый раз, мы думали, что это будет больше комедия и сарказм, потому что действительно смешно. Дочка Путина, две ее подружки и вице-премьер. То есть представить подобную фотографию где-нибудь в Соединенных Штатах Америки, в Германии или во Франции просто, наверное, невозможно. Но в России возможно все. И, как мы видим, именно семья сейчас принимает ключевые решения, помогая Владимиру Путину определяться, определять вектор. Но, опять же, это дает надежду, потому что другая дочка Путина, в принципе, ментально больше гражданка Европы, нежели Российской Федерации, и ближе столицы европейские в тех же Нидерландах, нежели какой-нибудь Волгоград или Ижевск. Поэтому, наверное, здесь, может быть, они как-то повлияют, образуют его, и все закончится уже в этом году. Продолжение следует...